Южный федеральный Ростовский порт. Это порт, который будет всегда. Ростовский порт. Первые концерты. Генеральный спонсор конкурса «Международный ростовский порт» нас поддерживает. К нам подключились фирмы, которые делают нашим конкурсантам подарки. Вот фирма «ФМ Групп» замечательная парфюмерная подарила всем нашим конкурсантам, всем, кто и первый, кто последнее место занял в концертной программе, всем замечательные подарки подарили. И участвовали в оформлении сцены. 18 января очередные концерты. В 15.00 в театральном зале Лен-Дворца состоятся очередные концерты. В первом отделении участвуют дети от 5 до 12 лет, а во втором отделении взрослые, ну, относительно взрослые. Это все, конечно, молодые очень люди, молодые, талантливые, перспективные вокалисты. Мы приглашаем вас на наши концерты, приходите, потому что решают судьбу вокалистов пока зрители, которые приходят в зал и смотрят концерты. Они пишут, кто, по их мнению, занимает какое место. Мы подводим итог, и в результате в дальнейшие туры конкурса проходят наши исполнители. 25 января состоятся очередные концерты. И, опять же, это самая престижная номинация разворачивается, эстрадный вокал или поп-музыка. 25 января будут у нас дети до 16 лет. Очень интересная номинация. От 12 до 16 лет исполнители в первом отделении, а во втором отделении, опять же, взрослые. Здесь уже фирма «Феникс» подключается, и наши конкурсанты всех абсолютно без исключения дарят подарками. Вот эти замечательные фирмы. Вот это замечательные ростовские фирмы, которые нам помогают и помогают творчеству, несмотря на этот кризис, который ужасно наконяется всех телеканалов. Этот тур конкурса, который сейчас проходит в Лен-Дворце, это уже третий тур конкурса. Первый, один из самых важных и главных туров, это был заочный тур. И наши конкурсанты все присылали свои аудио и видеозаписи. Это большая школа, во-первых, они прошли студийные записи и аудио и видео. И 9 засекреченных членов жюри, 9 ведущих ростовских музыкантов отбирали и допускали наших соискателей, допускали к конкурсу. Почему засекреченных? Потому что мы их фамилии неоднородны, чтобы не допускать давления на них и каких-то, может быть, неправильных решений. Но одним из таких членов жюри был известнейший вокалист с советского времени и ростовчанин Владислав Андрианов. Почему был? Потому что 2 января 2009 года его не стало. И сегодняшняя наша вся программа будет посвящена памяти Владислава Андрианова. Владислав Андрианов – это солист легендарной группы «Лейся. Песня». Я хочу напомнить, что Владислав, по моему мнению, пожалуй, единственный из ростовчан, кто добился грандиозного успеха, который, к сожалению, времена меняются, я думаю, никто в будущем повторить из ростовчан даже не сможет. Он был первым исполнителем всенародно любимых песен, вы помните их, наверное, я прочту. «Прощай, кто тебе сказал? Вот увидишь, где же ты была?» «Конопатая девчонка», «Шире круг», «Качается вагон», «Песенка сапожника», «Объяснить невозможно» и многих других песен. Самое главное, вот для меня, во всяком случае, Владислав, исполнитель песни, давший название культовому диску Давида Тухманова «По волне моей памяти». Вот у меня этот раритетный диск, здесь с громадным трудом мы этот диск нашли, это раритет, бесценный диск, но он в свое время произвел эффект разорвавшейся бомбы. Он вывел советских музыкантов на мировой уровень этот диск. Уровень и музыкантов, и исполнителей был просто мировым, это был разительный контраст со всем остальным, что было до этого диска. И заглавную песню в этом диске исполнял как раз Владислав Андрианов. Это фактически было признание его вокалистом номер один Советского Союза. Давайте послушаем фрагмент уже в 2006 году исполнения Владислава Андрианова в Ростове. Это зал филармонии, фрагмент вот этой легендарной песни «По волне моей памяти». Дорогие друзья, второе отделение нашего галоконцерта открывает солист легендарного ансамбля «Лейся песня» Владислав Андрианов. Встречайте! Когда это было, когда это было, во сне наяву. Во сне наяву, в полуне моей памяти я поплыву. Золотая, как солнце, кожа, тоненькие каблучки. Узел волос из щелка, складки, платья легкие. Мулатка просто прокожая, как мы теперь далеки. Подумал я вслед, травиночка, ветер на бездной ревет. Сахарная тростиночка, кто тебя в бездну столкнет? Чей сердце тебя нацелится, срежет росток. На какой плантации мельница сотрет тебя в порошок? А время бежало, бежало, с тех пор счет, теряя годам. Бежало, бежало, меня все кидало, и здесь я и там. Никогда ничего не узнал я и не у кого спросить. Ничего не прочел в газетах, да и что не могут сообщить. Про ту золотистой кожу на тоненьких каблучках. С волосами из черного шелка, с улыбкой на детских губах. Про мулатку просто прохожую, просто прохожую. Владислав помогал мне в работе с конкурсантами, был тесно связан с конкурсом. И поэтому оргкомитет конкурса принял решение учредить приз имени Владислава Андрианова, лучшему вокалисту нашего конкурса. Не исключено, что в дальнейшем его будут вручать музыканты, его друзья, которые работают музыканты, которые вместе с ним работали. А я хотел бы, чтобы вместе с вами, дорогие телезрители, мы прошлись по жизненному пути Владиславу. Я напомню об этом великом человеке, который жил с нами в городе, коротко. Родился он в 1951 году в городе Ростове-на-Дону на нашей улице Тельмана, в соседнем дворе. Я его знаю с детства. Мы дружили с детства, у нас было три двора, в одном жил он. Мы играли в футбол сутками, потому что еще в третьем дворе, там всего три дома на Тельмана, между Буденновским и Соборным. И в третьем дворе жили футболисты. Виктор Понедельник, команда Скажела. Перед сборами, там была гостиница, военная гостиница, и перед сборами, дней за 10 до каждого матча, это как раз матча, они жили там. И мы с ними играли в футбол, мы маленькие мальчишки, играли в дыр-дыр во дворе. И Владислав, и я, вот, родились на этой улице Тельмана, и отец его, во время войны, прошел всю войну, во время войны он руководил отделом разведки СМЕРШ. Мать Владислава, Дарья Андрианова, известная певица, обладающая прекрасным голосом, работала в ростовской филармонии. Семья очень музыкальная. И отец после войны работал начальником областного управления культуры. Старший брат Владислава, Владимир, закончил ростовское училище искусств тоже. И в первой любовь, кстати, которая во многом сыграла и роковую роль в его судьбе, тоже в наших дворах завязалась. И почти автобиографическая песня, которую вы любите, я люблю, и знаете, замечательная песня «Конопатая девчонка», тоже первым исполнителем которой являлся Владислав Андрианов. Я попрошу режиссера показать фрагмент этой песни. Никуда не деться, годы не вернуть, Покидая детство, всех когда-нибудь, Парта школьная мне снится Из-за дачника страница Помню всех учителей до одного И кричит о чем-то звонко Конопатая девчонка Из безоблачного детства моего Если приглядеться, мы всегда спешим Каждый хочет в детстве стать скорее большим Парта школьная мне снится Из-за дачника страница Помню всех учителей до одного И кричит о чем-то громко Конопатая девчонка Из безоблачного детства моего Нам бывает тесно В детстве золотом Почему-то детство ценим лишь потом Парта школьная мне снится Из-за дачника страница Помню всех учителей до одного И кричит о чем-то звонко Конопатая девчонка Из безоблачного детства моего Ну а вот После Владислав поступил в училище На фортепиано отделение Проучился там два года Всех во дворе доставал Тем, что занимался по шесть Получим часов подряд И все играют в футбол И за открытого окна Мы его очень жалели Раздавались звуки фортепиано После двух лет учебы Его отчисли из училища И как он потом рассказывал Потом эти же люди Приходили с цветами на концерты Ну я их всех простил Ладно, судьба есть судьба Вот Отслужил в армии После двух лет училища В училище он отслужил в армии Вот такое начало музыкальной карьеры Такое не слабое, как люди говорят И он занимался Приехал после армии Восстановился в училище Заочно И занимался естественно На фортепиано в филармонии Где работала его мама Вот случайности жизненные И во время его музицирования Он в то время Битлз уже были и так далее Он пел песни Битлз В файер филармонии За роялем Его приметили музыканты Из московской группы Серебряные гитары Которые приехали в это время На гастроли в Ростов Увидев такого талантливого парня Они пригласили его на работу И вот началась его Профессиональная карьера Он работал с этим Московским коллективом Не самым, скажем, сильным Но года два Он работал в Ростовской области Потом коллектив этот Расформировали Это в те годы Было достаточно частое явление Потому что они Ребята молодые Все длинноволосые Это уже эпоха была Битлз И они в первом отделении Пели какие-то комсомольские песни А во втором Они и Криденс И Битлз И что угодно Западные песни Это как бы не понравилось И этот коллектив Расформировали Владислав Продолжил учебу свою И в это Неожиданно к нему Пришло приглашение Из Кемеровской филармонии А я должен сказать Что Кемеровская филармония Это у них нюх Прямо на таланты В те годы был Там они нашли Етрушина Валерия Ариэль группа Вы помните Старшее поколение В всяком случае Помнит эту замечательную группу Там же Ким Брейбург Со своим диалогом Работал И Владислава пригласили И там создали Такую группу Витязи Музыканты были Все московские Конечно Это практиковалось И тогда И сейчас И вот один только Владислав Был из города Ростова На Дону И Проработал Два года Он В этом коллективе И Затем Людмила Зыкина Подняла вопрос О том Зачем нам Такой коллектив Который Называется Видиси Носит Одеяние Богатыри В первом отделении Играет Псевдо Русские Песни А во втором Опять тот же Запад Нам такие не нужны Сказала Людмила Зыкина Тут же К ней прислушались И разогнали Быстро Витязей Что делать Ребята Переезжают в Москву Потому что они все были Москва И Влад с ними И здесь уже Искали Искали название Чтоб к ним никто Не придирался Организует Коллектив Который Стал называться Леся Песни В 1974 году Давайте Послушаем Еще один Фрагмент Песни Владислава Которую Исполняет Владислав Андрианов И эта песня Он ее Начал петь С Леся Песней Давайте Послушаем Небольшой Фрагмент Лишь Позавчера На судьба Свела От этих пор Где же ты была Разве ты Прийти Раньше Не могла Где же ты была Где же ты была Сколько раз Цвела Летняя Заря Сколько раз Весна Приходила Зря В звездах За окном Плыли Вечера А пришла ты Лишь Позавчера Сколько Дней Потеряно Их Вернуть Нельзя Их Вернуть Нельзя Падала Листва И метель Нела Где же Ты Была Пусть я Твоего Имени Не знал Но Тебя Я звал Днем И ночью Звал И опять Меня Обступала Мгла Где же Ты Была Ну Где же Ты Была Трудно Рассказать Как До этих Дней Жил На свете Я Без Любви Твоей С кем То Проводил Дни И Вечера А Нашел Тебя Позавчера Столько Дней Потеряно Их Вернуть Нельзя Их Вернуть Нельзя Позавчера Позавчера И при таких Тиражах Люди Которые Выпускают Такие Диски Становятся Пожизненно Обеспеченными У нас К сожалению Вот этот вопрос Глобальный вопрос Нашей сегодняшней Передачи Почему Люди Которые Принесли Стране Нашей Стране Колоссальные Деньги Они работали Вот Леся Песня По 4 По 6 Концертов В день Получая При этом По 15 По 20 Рублей За концерт А принося Десятки Тысяч Нашему Государству И в результате Как и многие Актеры Музыканты Оказались Выброшенными За борт Без средств Существования И так далее Вот это Вопрос Вопросов И он Подсознательно Всю сегодняшнюю программу Будет у нас Звучать Я хочу сказать Что эфир у нас прямой Вы можете звонить К нам Эфир мы не обязательно Будем давать Сжатая передача Мне как можно больше Хочется рассказать О Владе Я очень любил его Но Тем кто дозвонится Мы обязательно дадим Во первых Билет На конкурсные Концерты Нашего конкурса И Плакаты Владислава Андреяна Обязательно подарим Вот Так что Звоните к нам А Я хочу сказать Еще что С Владиславом Работали Выдающиеся Советские Музыканты Исполнители Композиторы Такие как Давид Тухманов Михаил Шафутинский Он был Руководителем Художественного Леси Песни Все эти годы Игорь Шафиран Лев Лещенко Александр Барыкин Игорь Иванов Это песенка Студента Он пел Вместе с Владом Замечательный Вокалист На диске Тухманова Вместе с Ларисой Долиной И Альбертом Асадулиным Владислав Занимает Первое место В 1978 Году На всесоюзном Конкурсе Артистов Эстрады Это колоссальный Успех И трудно Переоценить В 80 Году Уезжает В Америку Михаил Шафутинский И Владислав Полный сил Знак солидарности Покидает Леся песню И возвращается В Ростов Сегодня Со мной В студии Люди Которые до конца Были С Владиславом Это директор Арт-директор Владислава Продюсер Ансамбля Льется песня А в последнее время Владислав И люди Которые были Вместе с ним Организовали Такой ансамбль Мы попозже Об этом поговорим Это Льется песня Это так называется Последний проект Владислава Андриана Александр Крысанов Художественный Музыкальный руководитель Аранжировщик Клавишник Гитарист Группы Которая Работала Вместе С Владиславом Андрианом Олег Петров И одна Из многочисленных Учениц Учеников Владислава Ольга Оля Как фамилия Я Пиночкина Крыночкина Ольга Крыночкина Я Сам направил Несколько лет назад Олю К Владиславу Потому что Я Я например Ища считаю И тогда считал Я его Отговаривал От концертной деятельности И потому что Я видел в нем Супер талантливого Преподавателя И думал Что мастер Не может Быть пес учеников Я думал Что как бы Он Перестанет Гастролировать И Отдаст Всего себя Я в этом Просто был заинтересован Молодым исполнителем Он это и делал У него было очень много учеников Но вот он Совмещал И концертную деятельность И преподавательскую деятельность Более подробно Биография Владислава Можно ознакомиться На сайте Который Называется Влад Андрианов Народ Ру Вот здесь На плакате Есть И там На плакатах И те Кто выиграет Название Этого сайта ВВВ Влад Андрианов Народ Ру Это Александр Крысанов Как раз Этот сайт Создал Там Саша Там есть По-моему И фрагменты песен И биографии И многое другое Для тех Кто любит Влада Мы знаем Что у него очень много Поклонников Вы можете заходить На этот сайт Я не знаю Форум Есть там Нет Есть гостевая книга Где мы Наставили Какой-то Комментарий Комментарий То есть Я попрошу наших Ревиссеров Показать Фрагменты Работы Уже Владислава Андрианова Вот С составом Который Возглавлял Наш Сегодняшний Гость Олег Петров Это Олег Где Это Съемки Происходили Это Громко Сказано Не Возглавлял Возглавлял Прежде Всего Влад Андрианов Вот А Я Был Как бы Музыкальным Руководителем Делал Аранжировки Да Работа То есть Все Вот И был Такой Интересный Момент За последний Год За последние Полгода Нас Пригласили Вернее Влада Нас Влада Пригласили В Курск Музыкальный Коллектив Который Очень любил Его творчество И в принципе Исполнял Олег Мы об этом Поговорим Чуть позже А я сейчас Хочу Чтобы мы Посмотрели Еще до Приглашения В Курск Вы работали По-моему В Аксайда И Делали На запись В клубе Да Да Сначала Первый проект Который Мы попытались Сделать С Владом Это С группой Тригон Огня Как бы Я не мог Просто Пройти Мимо Такого Творчества И такого Человека Просто Благодарен Судьбе Что Ну давай Посмотрим Фрагменты И прокомментируешь Потому что Твое Близко Очень Давайте Посмотрим Фрагмент Этот день Мог прочаться Кануть в омуте Ты вошла Так случайно Ты вошла В этот день Ты вошла Осторожно Как дыхание Само Стало Очень Тревожно Стало Очень Светло Ты вошла Осторожно Как Дыхание Само Стало Очень Тревожно Стало Очень Светло Ну вот Вы Работали Сейчас мы Посмотрим Три Я попросил Три фрагмента Показать Сейчас Первый Показали Сколько Вы Программ Вы успели Сделать Какая-то Большая Программа Нет У нас Был Концерт В городе Оксай Мы Сделали Полную Полную Программу Довольно Таки Хорошо Прошел Может Быть Из-за Недостатков Средств На рекламу Был Неполный Зал Но Это Не беда Все Кто Побывал Он увидел И Просто Про этот Проект Мы В основном Сделали Вот Здесь Песни Акцент На Более Таком Роковом Звучании Потому Что Коллектив Тригон Огня Это Роковый Да Я знаю Группа Да А Здесь Была Вдруг Новая Такая Новая Работа Именно Попробовать Себя Виа Ну Единственное Что Конечно Мы Немного Обратили Внимание На Творчество Давида Тухманова Потому Что Все Таки Это Сейчас Посмотрим Еще Один Фрагмент И Ты Продолжил Свой Комментарий Пожалуйста Я Вижу Тебя За Дымкой Думана За Серой Сеткой Дождя Я Вижу Тебя Нежданно Незванно Повсю Я Вижу Тебя И Сразу Мир Жас Семь И Сразу Солнычко Стоит А ты Сразу Музыка И Радуга Рисует Цветы А я Как во сне Киву По весне И Сердце Словно Колокол И Всю Друг Я Вижу Тебя Глаза Поднимая На Утренней Свежей Заре Я Вижу Тебя В сиреневом Мае И Белом Светом Декабре И Сразу Мир Жас Не Тоб И Сразу Доныш Встает И Сразу Музыка И Разума Рису Циты А я Во сне Бегу По весне И Сердце Словно Колокол И Всю Друг Ну Была Замечательная Программа Но Я Хочу Сказать Что Мы С Александром Крысановым Связались С Музыкантами Которые Работали Вместе С Владиславом Я Рассказал О том Что Мы Учредили Приз Имени Владислава Андрианова И Попросил И Позвонить Нам В прямой Эфир Сегодня И Сказать Несколько Слов О Владиславе И Дать Какое-то Может быть Напутствие Нашим Конкурсантам Тем Кто Будет Претендовать На этот Приз Мне Сказали Что У нас На связи Вокалист Игорь Иванов Которого Россияне Знают По его Песне Песенки Студента На французской Старане Итак Слушаю Вас Здравствуйте Дорогие Телезрители Очень Жалко Что Нас Покинул Такой Замечательный Певец Как Владик Андреянов Это Артист Который Мог Радовать Нас И Радовал Своими Песнями В его Звучание Они Были Настолько Проникновенные Настолько Понятливые Всем Нам Что Песни Которые Он записал Они Сразу Становились Любимыми Вами И Станов Песен Настолько Мне Это Понятно Почему Они Учатся На Песнях Которые Записал И Спел Владик Всем Участникам Желаю Ориентироваться Нет Плохое Слово Ориентироваться Ну Брать Пример Таких Исполнителей Как Владик Андреянов И Доброе Будет О нем Память На В тех Песнях Которые Вы Будете Исполнять И Если Вы Их Будете Петь Так Как Поймете Как Чувствовал Владик То Они Будут Долго Жить Спасибо Большое Спасибо Игорь Вам Большое Я Попрошу Наших Режиссеров Показать Видеосюжет Из Города Курска Где Как Раз С Олегом И С Сашей Они Были И Работали Вместе С Бывшими Музыкантами Рос Концерта И Организовали Как Раз Там Группу Льется Песня Давайте Посмотрим Этот Видеосюжет Музыкантами Музыкантами По волнам Моей памяти Обручальное кольцо Кто тебе сказал Все это легендарные песни вокально-инструментального ансамбля Леся Песни Которые в 70-х взорвали советскую эстраду А вот один из создателей музыкального коллектива Владислав Андрианов С тех пор он изрядно повзрослел Но вновь решил идти в бой, чтобы доказать, что он еще не ветеран сцены На днях Владислав приехал в Курск, где живут его старые приятели, певцы и музыканты Объединившись, они решили сделать невозможное Группа Леся Песня пытается восстать из пепла Пока певцы и музыканты разминаются на старых хитах Но уже в ближайшее время они обещают удивить своих поклонников новыми песнями Пора возобновлять Леся Песню Потому что настоящая Леся Песня родилась в 74-м году А закончила свое существование в 80-м Это значимое событие Потому что многие ушли уже со сцены Можно назвать и голубые гитары И очень-очень много было Но Леся Песня, Песняры, Самоцветы Это был как ореол советской эстрады И вот сейчас мы хотим поднять то, что было Ту изюминку, чтобы люди услышали настоящую музыку Вокально-инструментальный ансамбль Леся Песня дебютировал на профессиональной эстраде в 74-м году Почти сразу же в СССР вышел революционный по тем годам альбом по волнам моей памяти Где две заглавные песни исполнил Владислав Андрианов Именно эта пластинка перевернула вообще весь совок Потому что играли и пели Думали, что это были стиляги А после полной моей памяти Прекратилось существовать очень много таких Каких-то брендовых названий Типа стиляга Ничто, казалось, не предвещало неприятности Но они уже были не за горами В конце 75-го года ансамбль Леся Песня разделился на два коллектива И едва не развалился, пока в дело не вмешался Михаил Шуфутинский Мы увидели Мишу Библейский такой паренек Оказался не простым библейским пареньком, а способным Сам Шуфутинский в то время не пел Но солистов в ансамбль всегда подбирал с крепкими голосами И хорошим диапазоном с Шуфутинским был связан расцвет коллектива Ансамбль много гастролировал по стране, собирая стадионы Композиции Леся Песни звучали по всесоюзному радио Пластинки расходились многомиллионными тиражами На танцевальных площадках страны Все чаще и чаще звучали хиты из репертуара этого коллектива Но после того, как Шуфутинский эмигрировал в Израиль Леся Песня едва не распалась И в конце концов сдала свои позиции На волне вьяностальгии в середине 90-х годов Ансамбль Леся Песня снова появился на эстраде Но ни одного из известных музыкантов в нем уже не было Сегодня Владислав Андрианов решил восстановить справедливость И возродить легендарный коллектив С утра до вечера в Курском ДК «Железнодорожников» Проходят репетиции Здесь реанимируют старые хиты Которые в скором времени должны зазвучать на всю страну Я сейчас попрошу Олю рассказать о своих впечатлениях от занятий с Владиславом Оля, коротко, если можно Оно, как говорится, все гениальное просто На его уроках, когда я пришла Вот помню, самый первый урок с ним Мы говорили о психологических аспектах То есть о раскрытии себя Это самое главное Это прежде всего То есть то, что находится там, нужно быть здесь Вот И потом Ну, техническая сторона, конечно Потому что и одно, и второе Это вместе единое целое Вот Ну, все было просто Все было понятно Несмотря на то, что это великий чекер Я надеюсь, я понимала это Да Вот, я, если честно Когда пришла, даже не знала, к кому я шла Как это не знала, кто он Вот И потом, когда узнала, конечно, это был шок Что я попала к такому Выдающемуся артисту И музыканту Олечка, я вынужден тебя прервать У нас, мне сообщили, что у нас на проводе Лев Валерьянович Лещенко Лев Валерьянович, слушаю вас Слушаю Огромное спасибо организаторам этого фестиваля За то, что они сохраняют память Об этом светлом человеке И удивительным артисте И певце Лароди Андрианов Он был незаурядной личностью И великолепным Талантливым музыкантом И то, что Сохраняется Вот Память о нем И то, что Молодые ребята будут Принимать участие в этом фестивале И на его примере Учиться Учиться Как нужно Работать на сцене Каким гражданином И каким человеком Нужно быть в жизни Это очень важно Особенно для молодых исполнителей Так что я от всей души Приветствую вас Желаю удачи Вашему фестивалю Желаю всем Исполнителям успеха В дальнейшем В дальнейшей жизни И пусть Их дорога Будет связана С настоящей музыкой С настоящими песнями Теми, которые Исповедовал Влад Андрианов Последнее Спасибо Лео Валерианович Спасибо большое За теплые слова Я просто Знаком с Леом Валериановичем Это Очень порядочный Душевный Он бросил все И нашел время Позаединить нам В прямой эфир Это дорогого стоит Я последняя песня Которую пел Владислав На концерте Да, ребята Это была Песня Прощай Он как бы Прощался Вот это Мистическое Да, мне Олег Рассказ Да, Олег Да, как ни странно Он всегда Вообще-то Начинал с песни Прощай Вот И как-то Это была Всегда такая традиция Сколько раз Мы ему предлагали Что прощай Нужно заканчивать концерт Он никогда не заканчивал Вот Это единственный концерт Последний В Новочеркасске Когда мы все-таки уговорили его Ну Кто знал Что так получится Ну Спеть ее последний Ну потому что Это хит очень сильный Это И она была исполнена И вот такой вот Олег Я тебя тоже прерываю Потому что Вот он спел Эту последнюю песню А у нас сейчас на проводе Автор этой песни Замечательный Советский Российский Композитор Вячеслав Григорьевич Добрынин Слушаем вас Вячеслав Григорьевич Слушаем вас Это начинал В 50-е годы Это был бум Локальных инструментальных ансамблей Появилось по всей стране Очень много Известных Любимых Ансамблей Тогда приходило Очень много людей На концерты Вот И среди Прочих ансамблей Был ансамбль Который назывался Лейся песня Где Солистом Неизменным И самым ярким И самым Так сказать Заметным И самым Популярным Любимым Был Владислав Андреянов Тогда еще молодой Парень Совсем юный Но очень симпатичный Привлекательный Любимый Зрителем Особенно девушками Он имел большой успех Вот И его нарасхват Везде Он имел Такое Такое Обаяние И привлекательное Что он был нарасхват Везде И многие Композиторы Уже после того Как он Стал царистом Ансамбля Лейся песня Предлагали ему Записи разных песен Многие композиторы Ну в частности Такой замечательный Композитор Как Всем известный Давид Тухманов Вот Пригласил его В записи известной Ставшей культовой Пластинкой По волне моей памяти И он записал там Заглавную песню По волне моей памяти Это была Середина Семидесятых Годов Как раз в эти годы Это был расцвет ВИА Расцвет всех анзамблей И расцвет популярности У Владислава Андреянова И он записал Много песен А среди моих песен Он записал Пожалуй Наиболее популярные Из репертуара Олесей песни Это такие Которые до сих пор живы И даже звучат В разных На разных каналах В разных городах И в центральных И в маленьких городах На каналах Радио Звучат Песни Неизменно в его исполнении Хотя прошло уже Тридцать с лишним лет Это такие песни Как Где же ты была На стихе Леонида Терпенева Вот Увидишь До чего же я не везучий На стихе Игоря Шеферана Такие Песни Как Ну Кто тебе сказал Он пел На стихе Леонида Терпенева Он пел песню Зеленые глаза Он пел очень много Песен Их можно долго Перечислять Во всяком случае Он оставил Большой след Вот в памяти Всех тех Кто с ним Имел дело И Мы всегда Как-то Относились к тому Что он как-то выпал Из этой обоймы С большим огорчением С чувством досады И какой-то утраты Потому что он Не имел права Уходить из большого Так сказать Из большой эстрады Из большого шоу-бизнеса Где он Был очень Заметным Человеком И заметной фигурой Но жизнь так распорядилась Нездоровье И прочие проблемы Вывели его Так сказать Из Так строя И Ну Он очень хотел вернуться Но Жизнь так сложилась Что ему это Не удалось Сделать Вот Мы скорбим По поводу Его Такой жизни Которая не сложилась Хотя начиналось Это все очень ярко Очень Так сказать Впечатляюще Очень заметно И очень празднично И очень популярно Вот Но отдадим должное Тому что было И будем сохранять память Об этом человеке Об этом музыканте Об хорошем вокалисте Я думаю Я думаю Что если будет Такой конкурс Памяти Имени Владислава Андрианова То это будет Очень почетно Тем кто будет Принимать участие И кто С надеждой Смотрит на то Чтобы Стать победителем Или хотя бы Соискателем Премии На победителя Этого Конкурса Вокалистов Я Как Человек На концертной эстраде И вообще В жизни В быту Я Желаю вам Всем Тем кто будет Участвовать В этом городе Только в конкурсе Только одного Быть достойным Памяти Владислава Андрианова И пусть вам Сопутствует Удача Любите музыку Как любил ее Владислав Андрианов Спасибо большое Вячеслав Григорьевич Я знаю Что вы Звоните нам Из-за рубежей Нашей родины Большое спасибо За внимание Которое И за ваши пожелания Участникам конкурса Наша передача Подходит К концу Я не ответил На звонки Но всем звонившим Обязательно Во-первых Оставьте свои телефоны Мы дадим Билеты на концерты На наши И Запись Диска Вот один из вопросов Диск Леся песня Как можно записать Диск Существует Лазерный диск Тоже громадная редкость Группа Леся песня Мы всем Зазвонившимся Конечно Этот диск Дадим Влад Попрощался Но Не ушел Потому что Он останется В судьбах Наших конкурсантов Молодых Исполнителей Музыкантов В судьбах Соискателей Приза его имени А главное В прекрасных Песнях Которые Он Подарил Нашей Стране Мы прощаемся С вами Прощаемся С вами Ребята Которые До конца С ним Были Я думаю Что Честь И слава Ростова Наш замечательный Земляк Владислав Андрианов Будет Жить Всего вам Доброго Доброго Дорогие Дорогие Друзья Ростов Ростовский Порт Это порт Который Будет Всегда Редактор субтитров Корректор А.Егорова Редактор субтитров Редактор субтитров Редактор субтитров